Самое мы делаем слева. Начинаем с мизинца. Особенным детям требуется больше внимания и заботы, чем остальным. Поддержку во всех вопросах им готовы оказывать в Республиканском центре дистанционного обучения. Кроме тепла и любви, преподаватели центра дают своим подопечным самое важное – образование. Как основное, так и дополнительное. Здесь обучаются дети с разными проблемами. Это и слабослышащие, и слабовидящие, дети с синдромом Дауна или, как Рабье Адалакова, с задержкой в развитии. Во всех этих словах мы слышим звук «Л», «Бутылка», «Лопата». Рабье всего 7 лет. В обычную школу она пока не ходит. В РЦДО с ней занимается логопед, который помогает девочке развивать речевые навыки, мелкую моторику. Преподаватель несколько раз в неделю проводит с Рабьей индивидуальные занятия. И они не проходят даром, радуется педагог. Мы с ней занимаемся развитием речи, исправлением дефекта, постановкой звуков. В данный момент сейчас у нас проходят занятия суть-жук-терапия. Пока не все звуки поставлены, но когда мы пройдем, решим эту проблему, конечно, у нас может ходить в обычную школу. Благодаря совместным занятиям, праздникам, которые, кстати, регулярно для них устраивают в центре, ребята обрели новых друзей. Педагоги стараются сделать все от них зависящее, чтобы дети не чувствовали себя одинокими и не замыкались в себе, даже сидя дома. Здесь обучается 332 ученика с повышенными потребностями. С ними работают логопеды, психологи и соцпедагоги. Большинство усваивают школьную программу по скайпу, так как ходить на обычные уроки у них нет возможности. Дистанционное обучение нисколько не уступает любому другому образовательному процессу. Для детей и их родителей такая возможность – большая удача, а педагоги – профессионалы в своем деле. Видя результат, хотя бы минимальный, с такими детьми получаешь большое удовольствие и стимул дальше с ними работать. У меня 8 учеников. Есть дети, которые стараются очень сильно, но в силу своих каких-то особенностей здоровья, что-то у них не получается, но они стараются. Есть, конечно, дети, которые от природы… Есть потенциал, но ленятся. Есть такие тоже. С ними уже, конечно, другую работу приходится выполнять. Центр начал свою деятельность в 2011 году. Отсутствие какого-либо опыта поначалу очень затрудняло работу. На сегодняшний день здесь работает около 200 наставников. Список дополнительных кружков со временем пополнился. Дети увлекаются лепкой, рисованием, музыкой, резьбой по дереву, бисероплетением, выставляют свои подделки и картины на различных ярмарках и конкурсах. Сейчас можем похвалиться своими выпускниками, которые у нас аж в Майами некоторые обучаются. Дети, которые у нас открыли какие-то таланты у этих детей. У каждого ребенка есть, конечно, свой талант. У нас есть дети, которые поют. На международных парафестивалях занимают места, почетные, хорошие места. Могушкова, Хава, Ганиева, далее. Есть у нас такие маленькие свои звездочки. Мужественные, крепкие духом юные воспитанники центра постепенно учатся быть частью современного общества. Порой это бывает сложно, не покидает чувство отчаяния, но детям здесь каждый день напоминают. Им всегда подставят плечо и не бросят в трудную минуту. Марина Муталиева, Джамалейл Томасханов, Новости 24.